МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Декоммунизационные оттенки красного. Село под Днепропетровском восстало против переименования. По следам карельской трагедии появилась новая информация в деле о гибели подростков в России. Город на больничном. Начинаем с последних новостей из Измаила. Количество отравившихся, предположительно, грязной водой там растет с каждым днем. Следит за ситуацией мой коллега Андрей Анастасов. Он с нами сейчас на связи. Андрей, я тебя приветствую. Скажи, первые пострадавшие начали поступать в больницы города еще в субботу, и уже тогда число исчислялось сотнями. По состоянию на этот час о каком количестве заболевших известно? Здравствуй, Алексей. Да, вначале свежие цифры. По последним данным, в больнице Измаила симптомами заражения кишечной инфекции обратились уже 411 человек. 253 из них – дети. Примерно половина из всех заболевших находятся в медучреждениях. Остальные либо уже выздоровели, либо лечатся дома. При этом врачи отмечают положительные изменения. Отмечается динамика стабилизации ситуации. За сегодняшнюю ночь поступило всего 6 пациентов. Напомню, вчера стало известно, что причина вспышки заболеваемости сразу несколько вирусов, а также кишечная палочка. И если обезвредить последнюю, в общем-то, не представляет сложности, то вот, чтобы уничтожить остальные опасные норовирусы и ротовирусы, местным властям, судя по всему, придется повозиться. Как именно, а также то, как Измаил переживает эпидемию, предлагаю посмотреть в нашем сюжете. Тяжелее всего кишечную инфекцию переносят дети. И если сегодня одних малышей, наконец, выписывают из больниц, то другие еще слишком слабы для этого, жалуется бабушка годовалого Артема. Температуры не было, вот и не было, был понос. Сильный понос. Он маленький, он не умеет разговаривать, и не может сказать, что у него болит. Конечно, молчит. Тем временем сотрудники водоканала проводят поэтапное хлорирование водопроводной воды. Пить ее нельзя, содержание хлора уже втрое превышает норму. Использовать можно разве что в технических целях. Но все равно этого недостаточно, чтобы убить обнаруженную в сетях инфекцию. Поэтому уже завтра концентрацию хлора увеличат в десятки раз. И обязательно предупредят население. Норовирус и ротовирус хлору нечувствительны. Для того, чтобы убить вирус потенциально, в целях профилактики в сети, необходимо гиперхлорирование. Это дозы опасны для человека. Запасов медикаментов и бутылированной воды в городе хватает, уверяют чиновники. Вот как сами измольчане описывают особенности карантинного режима. Стараемся меньше выходить гулять, то есть контактироваться с другими людьми. Воду пьем, именно пьем. Только бутылированную, то есть бутылику, минералку покупаем. А все остальное проходит через печенье. Что касается причин эпидемии, то одна из версий во всем виноваты проливные дожди. Мол, размыло выгребные ямы и фекалии попали в водопровод. Но вот каким образом? Ведь водоводы должны быть изолированы от стоков. Ответы на этот вопрос местные власти не дают, но признают. Около 80% коммуникаций изношены. А вот некоторые местные жители считают, чиновники могли предотвратить эпидемию. Все трубы поржавели, вот эти стоки. Все вылилось и пошло туда, куда не надо. Поэтому виноваты первую очередь власти. Они вовремя не делают и ремонты не производят вовремя. В Измаиле сейчас закрыты все детские сады, рынки, кафе, рестораны. А полиция вместе с чиновниками пытается бороться с уличной торговлей. Вот, например, под раздачу попали бабушки, продающие малины. Уважаемые граждане, пожалуйста, спасибо территорию Росква. Вся торговля на улице запрещена. И что вы теперь будете делать? Что будем делать? Варенье варить. Городские пляжи патрулируют пограничники. Терпеливо объясняют измальчанам, что сейчас опасно для здоровья купаться в реке. Можно подхватить инфекцию. Но к рекомендациям прислушиваются не все. И в воде барахтаются даже дети. Режим чрезвычайной ситуации в Измаиле продлится, как минимум, до конца этой недели. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. А жителям Львовской области продолжает портить здоровье дымный смрад. Там снова горели мусорные свалки. На этот раз в селе Рудки Самборского района и в городе Стры. По словам спасателей, очаги возгораний были незначительные. Пожарные потушили огонь менее чем за два часа. После трагедии на Грибовицком полигоне коммунальщиков обязали сообщать спасателям о любых пожарах на свалках в области. А в Днепропетровской области разгораются страсти. Маленькое село восстало против переименования. Говорят, новое название малярщина село дали незаконно. Почему? Попыталась узнать наша съемочная группа. Наташа нас никто не собирал. Не казал, что нас будут переименовывать. Вот уже неделю на Центральной сельской улице шум и гам. Здесь проходят ежедневные собрания. Люди изучают законы и сообща составляют петиции. Собираются бороться с Верховной Радой за старое название села. Красноукраинка. Оно подпало под закон о декоммунизации. В столковом словнике написано красно. Там чутко ясно. Гарно, вродливо, прекрасно. Какое это отношение к коммунизации мы не можем зрозуметь. Селяне рассказывают, в списках на переименование село не значилось. О том, что ему неожиданно присвоили другое имя, они узнали случайно из газет. Может и смирились бы, но новое название – малярщина. Их возмутило. Что с малярией связано и хотят на людей накликать эту хворобу. Мы так понимаем. Чтобы выяснить, откуда взялось такое название, люди даже звонили в Институт национальной памяти. Им ответили, так называется балка, которая якобы находится в окрестностях села. Нам пояснилось, что у нас существует какая-то балка. Маляриевская. А откуда она взялась? У нас даже старые люди не помнят такой балки, чтобы она была. А вот о красной балке, или как ее тут называли раньше «красная межа», старожилы как раз знают. Уверяют, именно от нее, а совсем не от Красной армии, как считают в Верховной Раде, село некогда и получило свое название. Тут был чумацкий шлях. Козаки ходили по селу Крым. Они шли через село Красный Став, Червонно, Украинку и Красный Яр. За нами такая, как Межа называют, Красная Межа. От этого оно и пошло. В сельсовете рассказывают, о переименовании их никто не предупреждал. Письмо со своими вариантами названий Верховную Раду отправляли в последний момент. Но и там малярщины не было. Мы подали пропозицию нового Украинка. Чему наши пропозиции не были учитаны, это невидимо. Кто подавал пропозицию на переименование малярщины, так уж невидимо. Люди считают, новое название их селу дали незаконно, просто потому, что депутатам нужно было поставить галочку. Дети растут наши, что мы будем детям рассказать. Скажут там, мама, а что малярщина? А мы не знаем, что малярщина. Нас так захотел какой-то дядя назвать. Все 160 жителей уже поставили свои подписи под петиции Верховную Раду. Требуют вернуть старое название или хотя бы обсудить с ними новое. Отстаивать свои права. Готовы и в суде. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробность. Телеканал Интер. Днепропетровская область. А я напомню, что и переименование самого Днепропетровска пока застопорилось. На прошлой неделе 48 нардепов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие основному закону постановления Верховной Рады о переименовании города в связи с нарушением процедуры его принятия. Каждую минуту в мире 24 человека вынуждены покидать свои дома. И только за прошлый год количество беженцев выросло на 5 миллионов. Об этом заявили в агентстве ООН по делам беженцев в Украине во время благотворительного фестиваля в Киеве, посвященного Международному Дню Беженца. Сотрудники ООН уверены, что в Украине эта проблема лишь усугубилась после аннексии Крыма и с началом АТО на Донбассе. Легко ли быть беженцем в своей же стране? Пыталась разобраться Татьяна Винникова. Я люблю дарить людям добро, позитиво. И когда я делюсь этим, я думаю, что это какая-то теплота отсюда. Мариана Беженко из Анголы. В Украине открыла в себе талант к рукоделию. Ее украшение – микс африканской и украинской культур. Сегодня, в Международный День Беженцев, такие как она, пришли на благотворительный фестиваль в столичном эстетском арсенале. Но у нас это день не только беженцев, но и внутренних вынужденных переселенцев. В ООН подсчитали, с началом аннексии Крыма и АТО на Донбассе почти полтора миллиона украинцев ищут убежище за границей. Назвали и другие цифры. Сейчас в вашей стране около трех тысяч беженцев. Большинство из Афганистана, Сирии и Сомали. Но на каждого беженца приходится двое внутренних переселенцев. Более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома на востоке страны и в Крыму. В ООН также не понимают, почему за два с половиной года украинское правительство не решило три главных проблемы переселенцев – доступное жилье, трудоустройство и медицинское обслуживание. Сами же переселенцы рассказывают, выезжали целыми семьями и очень трудно адаптировались на новом месте. Анжелу из Крыма, по ее словам, спас грант от благотворительного фонда на открытие бизнеса. Теперь всей семьей делают деревянные аксессуары для интерьера. Самые популярные, ну, понятное дело, это семья, потому что это самое родное, самое близкое, что может быть, и то, что объединяет людей. Любовь, счастье, дети, добро. Переселенцы говорят, о них как будто забыли. Найти работу почти невозможно, поэтому некоторые решаются рискнуть и открыть свое дело. Алексей с женой из Луганска организовали кондитерскую. Рассказывают, если молодые еще могут себе помочь, то старики оказались на грани выживания. Почему? Не принимаются никакие меры, никак не защищаются переселенцы? У нас даже права голоса нет. Чего на нас вообще внимания обращать? А еще все как один признают, статус переселенца унизителен. Их проверяют как преступников, они боятся, что в любой момент в дверь постучат из миграционной службы, и если никого дома не застанут, отменят выплаты. А пенсионерам и людям с особыми потребностями нужно каждые 6 месяцев ходить в собес и подтверждать, что они все еще пенсионеры и инвалиды, чтобы получить сумму, которой не хватает даже на коммуналку. И вот чтобы помочь переселенцам, создали новое министерство. Пока что на вопрос, как будут помогать людям, чиновники только жалуются. Сегодня наших возможностей недостаточно для того, чтобы сделать сейчас практичное. Но мы разумеем нашу миссию. Сегодня министерство недоукомплектовано до конца. Сегодня еще не утверждена бюджетная строка для работы министерства. Пока же переселенцы помогают друг другу сами. Дончанин Сергей открыл в Киеве школу восточных единоборств. Здесь проходят реабилитацию дети с аутизмом, ДЦП и дети-переселенцы, которые пережили страх войны, а теперь испытывают стресс на новом месте. Сергей рассказывает, от статуса переселенца отказался сразу, но не ожидал, что государство не поможет решить ни одну проблему. Мы не нужны государству. Переселенцы, это как бы люди, ну как так получается, люди ненужные, брошенные, оставленные на произвол судьбы сами на себя. А еще переселенцы покупают товары и услуги друг у друга, как сегодня на ярмарке, и не теряют надежду, что все снова будет хорошо. Татьяна Авинникова, Никита Исайко, подробности, телеканал Интер. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. За эти сутки боевики открывали огонь на всех направлениях вдоль линии соприкосновения. Только в сторону Красногоровки выпустили более 150 мин. Из танков ударили пожилым многоэтажкам. В городе, который находится на линии огня, побывала моя коллега Ирина Баглай. Люди массово выезжают, мы боимся здесь, как вечер и начинается здесь. Нам полная тут задница. Эта ночь всколыхнула всю Красногоровку. Еще весной в городе поверили в затишье. Выходили на субботники среди разбитых домов, наводили порядок, надеялись, больше разрушений не будет. Боже, люди все повыходили, это притирать, чтобы войны не было. Господи, все это надоело. Слежи Бог. Хочется уже своих детей дождаться, внука, чтобы приезжали домой. Хочется же порядка. Сегодня из-за обстрелов боевиков опять боятся оставаться в своих домах. Чего сюда стрелять, если здесь вообще военных нету? А по местным жителям стреляют. Шар летел, вот такой шар оттуда, между пятиэтажками туда летел. Один из снарядов перелетел через всю Красногоровку, попал в окно и разнес полностью кухню этой квартиры на верхнем этаже. Хозяйка чудом спаслась. Она успела выскочить и спрятаться в подвале. Уже не хочу я ее. Сначала вражеские пулеметные очереди, потом минометы, за ними танки. С этой позиции наши солдаты наблюдают за передвижением техники противника. Заезжают они обычно с той стороны, слышно угол машины. Шмальнул, обратно уехал. Боевики били со стороны Старомихайловки, сообщают военные. Там у противника четыре танка. Сделали более десятка выстрелов подкалиберными снарядами. И все по жилым домам. Две женщины получили ранение. Их увезли в больницу. Одновременно боевики огнем из минометов пытались загнать в укрытие украинских солдат, чтобы те не смогли точно определить огневые точки противника. Подключили и самоходные артиллерийские установки. Наши предполагают, таким образом боевики пытались прикрывать своего снайпера и вылазку диверсионной группы. Работает снайпер. Поэтому дистанция 10 метров по одному. Пробежали, мы засели, прикрываем и перебегаете. Пошел, 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 пошел. Обстрел боевиков в Красногоровке зафиксировала миссия ОБСЕ. А люди готовятся к очередной бессонной ночи. Ищут укрытия. Ведь в городе нет ни одного бомбоубежища, а в многоэтажках даже подвалов. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Надежда Савченко призвала парламентскую ассамблею Совета Европы посодействовать освобождению незаконно удерживаемых в России украинцев. Об этом член украинской делегации в ОБСЕ заявила во время встречи с главой организации Педро Агромунта. Украинка, которая сама недавно вернулась из российского плена, впервые принимает участие в заседании ОБСЕ. Во время выступления перед делегатами Савченко призвала не возобновлять со следующего года членство в ассамблее российской делегации, как представителей страны, в которой нарушаются права человека. Краина, которая обещала и гарантировала безопасность по Будапештскому меморандуму после атомного разрушения Украины, нанесла нам удар в спину. Это зрада. Не может быть повернута делегация, которая не поважает права человека, не поважает иммунитет делегата, так как это Россия делала со мной. Я тоже очень хочу примирения, и я буду работать в этом направлении. Но я хочу, чтобы вы все понимали, что победить можно только тогда, когда одна людина заради идеи готова умерти, а все остальные готовы поддерживать ее и не дать ей на этом фронте загинути. Саммит лидеров нормандской четверки может состояться уже в ближайшей неделе. Об этом сообщают немецкие СМИ, ссылаясь на источники в правительственных кругах. Встречу якобы инициировали Ангела Меркель и Франсуа Алант. Может состояться она в преддверии саммита НАТО в Варшаве. Он стартует 8 июля. Место проведения пока обсуждается. Но, впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже поспешил заявить, что Москва пока не видит предпосылок для этой встречи. Тем временем в Берлине, Брюсселе и других европейских столицах критикуют заявление главного дипломата Германии, Франка Вальтера Штайнмайера. Что же сказал министр, расскажет Татьяна Лагунова. Один против альянса. Франк Вальтер Штайнмайер против НАТО. Министр иностранных дел Германии сделал провокационное заявление. Шеф немецкой дипломатии и один из лидеров социал-демократической партии. Раскритиковал учения НАТО в Восточной Европе. Мол, не нужно дразнить Россию. Маневры, которые не понравились Штайнмайеру, НАТО проводит в Польше и странах Балтии. Польские учения анакондов, которых, кстати, принимали участие солдаты Бундесвера, завершились на днях. В Латвии, Литве и Эстонии военные еще тренируются. В операции «Удар саблей» участвуют 10 тысяч военнослужащих из 13 стран альянса. Эти маневры, считает Штайнмайер, проходят слишком близко к границам России и только дразнят Москву. Мол, не нужно накалять ситуацию бряцанием оружия и боевыми кличами. Заявление Штайнмайера услышали, но не поняли. Ни в Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, ни дома в Берлине, ни тем более в странах Восточной Европы, где, собственно, и проходят учения. Одним из первых Штайнмайеру ответил коллега, главный дипломат Польши. В телевизионном интервью Витольд Ващиковский заявил, подобное заявление свидетельствует о двойном подходе Берлина к вопросу безопасности восточного фланга НАТО. И посоветовал Штайнмайеру вести диалог с Россией в рамках нормандского формата. Безответственными назвали слова Штайнмайера и коллеги эздеков по коалиции, христианские демократы. Я не понял господина Штайнмайера. Мы всегда были едины в том, что должны защищать территорию НАТО не только теоретически, но и на деле. Это очень важно для стран Балтии, важно для Польши. И те многие силы Альянса, которые находятся там, не могут представлять серьезную угрозу для России. В конце концов, не нужно забывать, территорию другой страны оккупировали не войска НАТО. Ключевое слово Крым, и это сделала Россия. А пока европейские политики обсуждали Штайнмайера, не менее неожиданное заявление прозвучало в Вене. Австрийский министр иностранных дел Себастьян Курц предложил снимать санкции с России поэтапно. Например, за выполнение каждого пункта минских соглашений. Идея, кстати, не новая. Первым этот формат предложил все тот же Штайнмайер. А вот генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин снимать с России секторальные санкции. По моей оценке, не стоит снимать экономические санкции, пока Россия не изменит свое поведение. Я считаю, что в отношении этого вопроса въезд широкий консенсус, сказал Столтенберг в интервью агентству Reuters. Париж снова заливает и снова поднимается уровень воды в сене. Две недели назад из-за дождя и затоплений мэрия города была вынуждена перенести открытие культурной выставки под названием «Берега Европы». Стран-участниц Евро-2016, которые установили на набережной сены свои павильоны. Сегодня, несмотря на слякоть, открытие все же состоялось. София Гордиенко продолжит. Культуру своих стран участники Евро-2016 должны были демонстрировать в контейнерах для морских грузов. Но их вместе с содержимым пришлось срочно эвакуировать с набережной сены. Выставку две недели назад чуть не смыло водой. Сегодня в городе снова льет, но отступать уже некуда. Павильоны перенесли на площадь отель Дувиль, в самый центр Парижа. То есть, где в самом сердце города мы показываем современное украинское мистерство. Мы решили показать, что сыну нас не налякаешь. И за четыре дни мы заменим выставку. В летающем музее, так называется наш украинский павильон, покажут произведения Никиты Кравцова, дуэта братья из Киева, Юлию Насар, Давида Широшидзе и фотографии Юрия Белака. Первые гости – это соседи по выставке. Мне интересно узнать больше о современной жизни и артистической интерпретации. Так я лучше могу понять страну. В отличие от соседей, наш павильон очень содержательный и самый, наверное, скромный по бюджету. Я не буду зареглашивать наши цифры. Мы, снова-таки, очень благодарны. Но, например, очень много доводилось делать самим. Теперь я умею носить фанеру, например. Я забыла свою художнюю школу, учительку Наталью Петрівну. Я вырезала паспорту Самана Кравцова. Нам очень сильно помогают волонтеры. То есть, благодаря Украине, как всегда, как Украина. Або робишь сам, або тебе еще помогают другие люди, которым не байдуже. И за рахунок этого мы и держимаемся. В павильонах других стран показывают, кто чем гордится. Соседи шведы сильны дизайном. Хорваты вот развлекают песнями и танцами. Поляки берут личным контактом, дарят буклеты и рассказывают всем о своей стране. Кстати, возможно, в выставку посетит президент Украины Петр Порошенко. Он едет во Францию и завтра встречается с президентом Алландом в Елисейском дворце и главой французского парламента Клодом Бартелоном. В Национальной Ассамблее. Не исключено, что заедет глава государства и в Марсель на футбол. Я напомню, украинцы на стадионе Велодром. В 7 часов вечера по Киеву будут играть против поляков. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности, телеканал Интер из Дождливого Парижа. Простите примириться. 200 депутатов и сенаторов польского сейма ответили на открытое письмо украинских политиков и церковных деятелей. Накануне Киев попросил прощения за события 1943 года, известное как Волынская резня. Тогда, в течение нескольких месяцев, украинские националистические организации убили 100 тысяч поляков во время так называемых зачисток украинских этнических земель Волыни. В своем ответном письме поляки признали многовековую борьбу за украинскую государственность. Представители Варшавы назвали себя друзьями Украины. Однако упомянули, что считают проблемой сегодняшнее отношение украинской власти к организаторам Волынской резни. Они призвали установить кресты и почтить память всех погибших мирных жителей, как украинцев, так и поляков, пострадавших во время вооруженных конфликтов в двух странах. Российские власти уже заявляют о как минимум 14 погибших детях на российском Сямозере. Поиски сегодня завершили и уже даже начали звучать имена виновных. Продолжит Данил Русаков. Поисково-спасательные работы завершены, списки составлены. Пропавших детей из летнего лагеря на Карельском Сямозере сотрудники МЧС уже не ищут. Тела 13 из 14 погибших перевезли в Москву, но многие родители до сих пор отказываются признать очевидное. Звонили и сказали, что ребенка в списке спасенных нет. Но это еще нечем уговорить. А это сын ваш? Старший сын. Старший сын, а сколько он лет? 14. Двумя днями ранее он вместе с 46 сверстниками и четырьмя инструкторами отправился в поход на несколько дней. Маршрут предполагал сплав по озеру, а также ночевку в лесу. Но группа попала в шторм. Несмотря на плохие погодные условия, экскурсию решили продолжать. Катамаран один опрокинулся, попал под волну. По состоянию на сегодняшний день. Все остальные плавсредства причали к берегу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны пять человек. Это вожатые и директор лагеря. Последнюю ситуацию успела прокомментировать. По ее словам, этот поход с ней никто не согласовывал. Выжившие подростки пока находятся в Карелии, но останутся там недолго. Уже принято решение лагерь закрыть. Страшно. Мы очень много адреналина получили. Нереально. Сразу после инцидента нагрянули проверяющие. По их словам, лагерь был переполнен. При разрешенном количестве 213. Там отдыхало почти 300 детей. Аналогичная трагедия в России уже происходила. Несколько лет назад нетрезвые вожатые в кубанском городе Ейске повели детей купаться в Азовское море. Течением ребят отнесло от берега, как итог шестеро погибших. В истории с карельским лагерем тех, кого к жизни больше не вернешь, как минимум вдвое больше. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Из-за халатности коммунальщиков в Черкассах едва не погиб двухлетний мальчик. Подробности этой жуткой истории в нашем сюжете. Где болеще в тебе? Тут болеще, да? А где еще? Жутко и больно. 19 июня родители Ивана теперь будут отмечать, как двойной день рождения сына. Вчера ему исполнилось два годика. В честь праздника родители отправились в зоопарк. А по дороге домой малыш едва не погиб. Наступил на люк технического колодца и провалился. Благодаря быстрой реакции отца ребенок остался жив и, к счастью, почти невредим. Отделался лишь синяками и царапинами. Глубина колодца почти 5 метров, а на дне горячая вода. Сегодня колодец уже накрыли новым бетонным люком. Но вчера он выглядел вот так. Здесь нормально, припаяно. А сюда провалился ребенок. В кипящую воду. Колодец принадлежит коммунальному предприятию Черкасская теплоэлектроцентраль. Но сегодня на предприятии выходной. И даже спросить, почему крышка люка не была припаяна, и кто несет за это ответственность, не у кого. А машина начинает стрелять? Это рабочий. Рабочий подрядчик. А коренницу никого не может? Конечно, не может. Завтра приезжайте, завтра все. Двоюродная сестра Ивана, которая вызывала на место происшествия скорую помощь, рассказала. Тогда же звонила на ТЭЦ. Требовала, чтобы приехал их представитель. Он приехал, поинтересовался здоровьем ребенка. То есть, обменялись номерами телефонов. Сказал, что потом созвонимся. Сегодня он звонил, говорил, что какую-то компенсацию предлагал. Вот. Ну, то есть, встретиться один на один. Родители Ивана от компенсации отказались и требуют, чтобы ответственные чиновники и сотрудники ТЭЦ понесли наказание. На месте подеев были случаи оперативной группы, поэтому материалы справа находятся у случаев, которые установят все детали этой подеев. Откроют ли по данному факту уголовное производство, станет известно завтра. Егор Логин, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Семь человек пострадали, один погиб. Накануне в Житомире легковая иномарка врезалась в микроавтобус. По словам очевидцев, машина двигалась с высокой скоростью, выехала на встречную полосу и в лобовую столкнулась с микроавтобусом. За рулем легковушки был 30-летний водитель. Он скончался прямо на месте ДТП. Водитель и шестеро пассажиров микроавтобуса получили травмы разной степени тяжести и доставлены в больницу. Среди пострадавших есть и 10-летний ребенок. Боевики продолжают уничтожать обстрелами Широкина. Это под Мариуполем. А этой ночью обстреляли и соседнее Бердянское, где живут мирные жители. Об очередном обострении на юге зоны АТО расскажет Александр Пантелеймонов. Вот оно, получается, отсюда пробило крышу, сдетонировало обшвельдер и разнесло, повылетали стекла взрыв. В поселке Бердянское проживает более сотни жителей. Позиции военных тут и близко нет. Боевиков это не остановило. Обстреляли поселок из автоматической пушки. Это носовая часть снаряда 30-мм, выпущенная с БМП-2. Печас обстрела Бердянского. Получается, что уже обстрелы идут не по позициям, а долетает аж до жилых кварталов. В Широкино на самой передовой гораздо жарче. Последние два дня боевики обстреливают поселок со всех видов вооружения. Вчера и сегодня, ну, ночью, получается, работало РПГ, ДШК работало. Приходы были, пару приходов с СПГС, АГС были приходы. Такой вот, мина, по-моему, одна или две прилетела. В поселке уже живого места не осталось. Наши бойцы сами с трудом различают, где старые повреждения, а где новые. Вот такие вот осколочки. Вот один, второй, третий. Ну, все видно, как они побиты. Вот побиты. Периодически сюда прилетает и из тяжелой артиллерии боевиков. От этого целые здания складываются, как карточные домики. Спостерегаем результат обстрела артиллерии. Это 122-мм снаряд, прибывая к крышу, разорвался в будинку. Пожалуй, самое крепкое и надежное, что осталось в Широкино, это его защитники. Ведь они не отдают врагу ни метра родной земли. Александр Пантелеймонов, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Три теракта за день пережил Афганистан. Погибли около 30 человек. Первый взрыв прогремел утром в Кабуле. Жертвами стали пассажиры микроавтобуса. Взрывное устройство было заложено на выезде из афганской столицы. В середине дня на южной окраине Кабула был ранен депутат местного совета. А ближе к вечеру произошел еще один взрыв в провинции Бадахшан. Это на северо-востоке страны. Там террорист-смертник подорвал мотоцикл с бомбой на рынке. Среди погибших есть и дети, сообщают местные власти. Великобритания не может оправиться после убийства депутата. Коллеги покойной Джо Кокс собрались сегодня на внеочередное заседание, чтобы почтить ее память. Тем временем в Лондоне продолжается суд над убийцей политика. Это радикал, желающий, чтобы Британия вышла из Евросоюза. Светлана Чернецкая с подробностями из Лондона. В центре Лондона, напротив места работы покойной Джо Кокс, разрастается мемориал в памяти о ней. Люди постоянно приносят цветы и свечи. Это впервые за последние 26 лет в стране убивают политика. Депутат Либорист Кокс активно агитировала британцев голосовать на референдуме за то, чтобы остаться в Евросоюзе. А погибла от руки радикала из оппозиционного лагеря. 52-летний Томас Мэйр трижды выстрелил в парламентарии и нанес ножевые ранения. Суд над ним продолжается. Убийца грозит пожизненное заключение. А пока же от мэра не удалось услышать ничего, кроме лозунга «Смерть предателям. Британия прежде всего». В памяти коллеги, члены парламента сегодня собрались на внеочередное заседание. И лорды, и представители палаты общин заполнили зал до отказа. Звучало очень много трогательных слов. Она еще так много могла сделать. Ее не стало слишком рано. Поэтому ее работа ложится на наши плечи. Мы будем бороться с нетолерантностью, ненавистью и несправедливостью. Да, ее избиратели выберут себе нового депутата, но никто не заменит ее детям маму. Депутаты также отдали дань уважения мужчине, который попытался спасти Кокса от нападавшего и сейчас восстанавливается после ранений в госпитале. Эксперты уверены, эта трагедия может повлиять на исход голосования, заставить сторонников выхода пересмотреть свои взгляды. Ну а в их лагере уже есть серьезная потеря. Своё мнение изменила бывший председатель консервативной партии баронесса Варси. Говорит, решила перейти к оппонентам из-за ксенофобии и лжи, распространяемой евроскептиками. К активным агитаторам за то, чтобы остаться, присоединился и один из самых богатых британцев Ричард Брэнсон. Думаю, что выход из ЕС станет финансовой катастрофой. Фунт упадет, торговля остановится. Это будет катастрофой для Британии, а в долгосрочной перспективе и для Европы. Ну а в самой Европе решили достучаться до британцев с помощью поцелуев. Сотни людей собрались в Риме, чтобы создать живую цепь и через Берлин и Париж передать в Лондон свои поцелуи с призывом остаться в Евросемье. Последний опрос показал, что 54% жителей ЕС высказались против выхода Британии из его состава. И только 21% считают, что Соединенному Королевству стоит уйти. Переписать всех американских мусульман для борьбы с терроризмом. Это новое предложение скандального кандидата в президенты США Дональда Трампа. Как отреагировали на это в Америке, знает наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Зятко. Новый день и новое шокирующее предложение Дональда Трампа, которое многие в США называют и дискриминационным, и ксенофобским. Трамп комментировал недавний теракт в Орландо, где мужчина расстрелял почти 50 человек в гей-клубе. И нашел, как ему кажется, решение проблемы терроризма. Он предлагает собирать сведения о всех мусульманах в США. То есть, по сути, поставить их на учет. В интервью себе Трамп заявил, что хоть ему и не нравится это, но необходимо сделать, закрыв глаза на политкорректность. Трамп не в первый раз выступает с анти-мусульманскими предложениями. Ранее он предлагал установить наблюдение за мечетями, а также вовсе закрыть для всех мусульман въезд в США. Его новым предложением многие шокированы, ведь слежка по принципу расы или вероисповедания в Америке запрещена законом. Некоторые политики даже из республиканской партии, от которой Трамп баллотируется в президенты США, отвернулись от него после этого. Впрочем, поддержка бизнесмена все равно высока в соответствии с недавним опросом. Он идет, что называется, ноздря в ноздрю со своим оппонентом Хилари Клинтон, которая, напомню, будет кандидатом в президенты от демократической партии. Трамп отстает всего на несколько процентов. Ему следует менять имидж, чтобы сократить отставание. Именно поэтому, судя по всему, политик уволил главу своего штаба Кори Ливандовски, о чем объявили сегодня. Продолжит ли Дональд Трамп удивлять и шокировать Америку антимусульманскими высказываниями или теперь изменит риторику? Это станет известно уже совсем скоро. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Без отпуска и жизни нет. Как спасали китаянку, которая решила покончить с собой, когда шеф отказал ей в летнем отдыхе. Об этом и не только. Посмотрите в нашем обзоре. Субтитры сделал DimaTorzok В США прошли испытания ракеты многоразового использования. New Shepard поднялась на высоту 100 километров, а потом успешно приземлилась. В прошлом году американская компания Blue Origin в первой в мире запустила многоразовую ракету. Технология оказалась удачной. Ее будут использовать в освоении космоса. Это позволит в разы сократить расходы. Китаянка из города Джуншань попыталась покончить с собой после того, как ей не дали отпуск. Служащая забралась на крышу многоэтажки, чтобы сигануть оттуда. Вовремя подоспели родственники и полиция. Они четыре часа уговаривали девушку не прыгать. В итоге она отказалась от своей идеи. У сотрудницы компании случился нервный срыв, а отказ босса давать ей отпуск стал последней каплей. Кунфо с зонтом от китайского чиновника. Местный депутат из провинции Гуандун набросился на журналистов из-за неудобных вопросов. Несколько раз ударил камеру рукой, а потом перешел в атаку зонтиком. Бил и ручкой, и каркасом. Журналисты всего-то спросили, за что компартия уволила главу поселка Вукан. Местные жители были очень довольны управленцем. Французский телеканал М6 телепортировал свою ведущую из студии прямо на футбольное поле во время матча Евро-Франция-Швейцария. Девушка подошла к плазме, сделала шаг и очутилась на стадионе. Секретом трюка телевизионщики не делятся. В Алжире заблокировали доступ к соцсетям. Временно, пока не закончатся школьные экзамены. Власти считают, теперь списать не получится. Ранее в стране зафиксировали крупнейшую утечку информации в Минобразование. В соцсети слили все контрольные вопросы школьных экзаменов. Сейчас в Алжире проходит масштабная пересдача. Учеников школ, которых улечили в обмане, снова усадили за парты. В Израиль вернулся танк, захваченный сирийцами еще во время Первой Ливанской войны. Тогда арабы передали его в СССР. Теперь машина возвращается домой. Подробности этого необычного обмена в сюжете Сергея Услендера. Премьер-министр Израиля побывал с официальным визитом в Москве. Там встречался с российским руководством, обсуждал разные региональные проблемы, даже ходил в оперу. Но израильскую общественность больше всего из этого визита взволновал другой факт. Нетаньягу удалось договориться о возвращении Израилю танка М48 американского производства Магах. История этой машины в стране прекрасно известна. В июне 1982-го Израиль начал Первую Ливанскую войну. В ней также приняли участие и сирийские части. Возле деревеньки Султан Якуб, израильский танковый батальон, попал в засаду, принял неравный бой и понес тяжелые потери. Помимо убитых и раненых, трое танкистов пропали без вести. И с тех пор 34 года об их судьбе уже ничего не известно. Подбитый танк был захвачен сирийцами и передан Советскому Союзу. После изучения он попал в бронетанковый музей Кубинка. И вот теперь премьеру удалось договориться, что танк вернут в Израиль в обмен на точно такой же. Каждый, кто воевал, знает простую истину. Своих бросать нельзя. И вот уже 34 года мы ищем своих солдат. Мы найдем их и вернем домой. А у их семей появится место, куда можно прийти и оплакивать своих близких. Это будет самый настоящий памятник погибшим танкистам. Машина уже доставлена в Израиль и уже принято решение о создании такого мемориала. Премьера, кстати, обвинили в том, что он слукавил. Мол, это не тот танк, в экипаже которого были пропавшие без вести танкисты. Хотя это вовсе и не секрет. Еще 20 лет назад было установлено, что та машина действительно полностью сгорела в бою. Всего же сирийцы захватили 8 израильских танков. Афа СССР передали самый целый. Канцелярия премьер-министра ответила в том же духе. Мол, важна память об этом сражении. Важна память о погибших. Важна память о пропавших без вести. А бортовой номер машины в данном случае особого значения не имеет. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Такими были новости понедельника. Спасибо, что смотрели подробности. Завтра обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин